Два миллиарда рублей превысили сборы киноленты о легендарном Т-34. Только за первые три недели его посмотрели больше 8 миллионов зрителей. С большим интересом картину встретили зрители стран СНГ. Фильм уже называют самым успешным кинопроектом зимы. Олег Пакшин продолжит. Режиссёр картины Алексея Сидорова, гвардии полковник бронетанковых войск Владимир Михайлович Ярошенко, обнимает как родного. Ветеран посмотрел кино и будто снова оказался в башне 34-ки, в которой дважды горел, освобождая Белоруссию и Литву, и на которой дошёл до Берлина. В сомнении так создать фильм, так показать, как оно в действительности было, так как жизнь была танкистов, как они воевали. В музее Победы фильм про танк Победы посмотрели те, кто её ковал, и кому защищать Родину ещё только предстоит – курсанты военных училищ и кадеты. Я лично под огромным впечатлением. Весь фильм вот так вот сидела на нерах. Очень так наполняет, даже не хочется уходить до самого конца песни. Ну мы настолько тронуты фильмом. Просто замечательно. Фильм «Т-34» стал событием национального масштаба. 8 миллионов зрителей – меньше, чем за месяц проката. Люди и дети, в основном, и подростки, смотря этот фильм, вдруг задумывались, а что было бы, не дай бог, если бы вот такая же ситуация, не дай бог, произошла сегодня. И как бы, в общем, вели бы они себя. «Т-34» показали в Петербурге на знаменитой «Авроре». Военные моряки, как и зрители по всей стране, аплодисментами оценили картину. Олег Пакшин, Екатерина Фролова, Антон Мещенков и Евгений Макунев. Вести.